В чем особенность эвкалиптового масла? Какими свойствами оно обладает? Как применяется? Имеет ли отрицательное влияние? Смотрите видео до конца, узнаете о том, в чем сила эвкалиптового масла. Эфирные масла оказывают активное воздействие на организм человека. Действие их распространяется через рецепторы дыхательных путей, кожу и слизистые. Обладая приятным ароматом, способны улучшить атмосферу и внутренний климат помещений, обеззаразить воздух, нейтрализовать неприятные запахи. Среди всех эфирных масел, а их довольно много, особую популярность имеет эвкалиптовое. В чем особенность эвкалиптового масла? Получают продукты из молодых побегов и листьев эвкалипта. Этого вечно зеленого дерева из семейства миртовых, растущего в австралийских лесах. В составе масла содержатся биологически активные вещества, такие как лимонен и цинеол. Соединения, обладающие дубильными свойствами, полезные флавоноиды, органические кислоты. Всего не менее 30 компонентов, способных благоприятно воздействовать на окружающую среду и оздоравливать организм человека. Благодаря наличию этих соединений масло используется при целом ряде патологических состояний. Помогает преодолевать различные хвори, противостоять инфекциям. Перед продолжением видео хотим вам напомнить, что подписаться на канал очень просто, нажмите на красную кнопочку. Какими свойствами обладает? Воздействие довольно разнообразно, влияние зависит от способа применения и восприимчивости организма. Повышает физическую работоспособность, способствует интенсивной умственной деятельности. Успокаивает, расслабляет, помогает заснуть. Стимулирует иммунитет, вырабатывает невосприимчивость к инфекционным болезням. Нейтрализует паразитов, оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие на суставы. Помогает понизить температуру при лихорадке за счет усиления потоотделения, нейтрализует избыток кислоты в желудке. Приводит к ускорению заживления раны и эрозии на коже. Разжижает мокроту, способствует выведению ее из бронхов. Нормализует обмен веществ, помогает привести к оптимальным показателям уровень глюкозы и холестерина крови. Активизирует кровоток, способствует нормализации кровяного давления, выводит лишнюю жидкость. Используется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, кожных покровов, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Вы применяете эфирные масла? Напишите в комментариях. Как применяется? Используется внутрь и наружно. Для проведения ингаляций как паровых, так и холодных, при которых вдыхается аромат масла. В первом случае несколько капель добавляют в горячую воду, во втором случае наносят 2-3 капли на салфетку или тампон. Для получения лечебного раствора, который используется в качестве полосканий, промываний, компрессов, в стакане воды размешивают 10 капель. Чтобы повлиять на кожу или волосы, 5-7 капель добавляют в гигиенические средства, применяемые в каждом конкретном случае. Для приема внутрь каплю масла надо нанести на чайную ложку меда и применять два раза в день в течение трех недель. Эвкалиптовое масло можно добавлять в ванны, делать местные ванночки для здоровья рук и ног. Ароматизировать помещение, используя в аромалампах. Применение наружной в качестве средства для ароматерапии стимулирует мозговую и физическую активность, повышает тонус организма. Использование внутрь наоборот успокаивает и расслабляет. Есть ли отрицательное влияние? На фоне использования возможно появление таких неприятных ощущений. Головной боли, головокружение, тошноты. Дискомфорта в животе, слабости. Изжоги, отрыжки, странного привкуса во рту. Сухости слизистых. Противопоказано использование женщинам в период беременности и кормления грудью. Маленьким детям. На фоне проведения сеансов облудования, и химиотерапии. Индивидуальной непереносимости. Склонности к судорожным припадкам. Перед применением необходимо провести тест на переносимость. Нанести каплю масла на внутреннюю поверхность руки и в течение 15 минут оценить реакцию. Если изменений кожи нет, то можно использовать. Не стоит применять распыление в помещении перед сном, особенно если в комнате спят дети. Это может вызвать бронхоспазм и аллергическую реакцию. Тем более, что в таком виде, поступая в организм, эвкалиптовое масло приводит к возбуждению. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рекомендуем перед использованием посоветоваться с лечащим врачом.